приветствую всех кто заглянул ко мне на канал сегодняшнее видео будет посвящено не вышивки а вязанию спицами перед вами вот такая вот шапочка детская ее я связала для своей подруги у нее две девочки близняшки двойняшки и так сейчас извините я уберу по мужу так вот девочкам дочкам моей подруги я решила связать по шапке зимней как видите она с флисовой подкладочкой и я связала сначала одну шапку и хочу сейчас ей отправить ее потому что у меня не было возможности примерять эту шапочку я не знаю подойдет она или нет и мне нужна обратная связь с какими-то возможно я надеюсь что конечно перевязывать переделывать не придется но если даже придется я с удовольствием все исправлю с пряжа у меня еще есть пряжа у меня еще есть поэтому довязать подвязать что-то я смогу извините вот и я начала и вторую шапочку но я пока что на этапе вот вывязывание вот ушки и затылок то есть я даже не дошла еще до переда после того как моя подруга примерит эту шапочку на одной из дочек я буду приблизительно уже понимать слушайте ну то не вас я прошу прощения кот просто шкодник начал грызть шкатулку она стоит в недосягаемом для него месте но не только она мне несколько таких шкатулочек это подарки от моей свекрови и вот так он к ним доступа не имеет но сейчас же я снимаю я как бы для фона для подставочки да я использую и всего дорвался вот так вот господи на чем я остановилась что мне нужно понимать как я связала эту шапку что мне нужно если нужно исправить в данной шапке и как мне следует далее вязать вторую шапочку вторая шапочка тоже будет с флисовой подкладкой выбрала я вот такой модель шапка кошка я обязательно оставлю ссылочку на мастер-класс это статья по ее изготовлению там в общем то ну как бы размер это у меня свои но принцип очень подробно изложен как вязать такие шапки конечно же есть недочеты конечно же не все так гладко еще кстати очень большое спасибо девушке которая разместила видео по мастер-классу по пошиву в шапке именно с подкладкой из флиса она очень подробно рассказала о том как сшить эту подкладку я обязательно оставлю тоже ссылочку под видео ну теперь приступим к самой шапочки и так вязала данную шапочку я спицами от нитпро размер два с половиной карбоновые круговые очень понравились мне данные спицы карбоновых спиц у меня еще не было и ну меня никаких претензий к ним нет единственное что я вязала туго потому что ну вот пряжа сама по себе она рыхлая такая это дропс по поводу пряжи чуть похоже скажу я вязала туго и вот этот карбоновый карбоновая часть спиц на ней петельки как бы но не скользят вот они не убегают очень хорошо то что носик металлический он легко поддевает петельку тоненький но спицы сами по себе тонкие очень удобно в общем-то ими вязать мне очень понравилось но и конечно же не было никаких проблем связанных с переходом из от лески к спице потому что это круговые спицы плюс достаточно такие качественные ниточка нигде не цеплялась значит вязала я из пряжи drops merino вот это но у меня это остатки и альпака сил тоже drops альпака брошет селка по моему называется я вязала по одной ниточке две нитки то есть нитка этой нет нитка этой пряжи вот так выглядит просто сама нить в одну нить только мериноса полотно это я хотела бантик на вторую шапочку которая будет голубого цвета вот такого как бантик я хотела туда прилепить бантик розовый чтобы не как-то гармонировали друг с другом перекликались но я слишком широкое полотно связала не рассчитала петельки надо перевязать перевязать сама по себе пряжа мне понравилось но и для конечно для зимней или такой но осенне зимние шапочки она тонковато и как-то рыхловато из нее полотно конечно же может быть нужно было взять потолще ниточку но это детская шапочка мне хотелось как-то чтобы она была какая-то и тоненькая и теплая одновременно вы видите я связала ушки ушки я вязала ну в общем по мастер-классу я оставлю ссылку там все это подробно описано они двойные связаны между собой два кусочка вот такой вот бантик бантик связан из похожей пряжи по метражу под по составу но это лана гросса а вот такое сокровище у меня есть колбу обожаю эту пряжу и вы знаете несмотря на ну вернее как бы она дороже чем drops но мне она почему-то больше нравится пока еще не поняла почему потому что дропсом мало вязала это был мой первый дропс но вы видите здесь комбинированная как бы и альпака и мирин миринос поэтому как-то однозначного мнения и не могу о ней сказать ну каких-то претензий скажем так не было но единственное что вот очень рыхлое полотно а вот это это моя обожаемая пряжа кул вул лана гросса это стопроцентный миринос и здесь сто сто шестьдесят метров пятидесяти граммах ну по-моему вот в дропс мерина там сто семьдесят пять лет уже сто шестьдесят метров то есть они по толщине ниточки практически идентичны вот бантик связан с этой ниточки и вторая шапка вяжется с этой ниточки но вторая шапка пока что как я уже говорила она вывязана до ушек с затылками до этого уровня и пока отставлена в сторону сегодня я буду эту шапочку отправлять своей подруге она померяет и я очень надеюсь что все благополучно подойдет мне конечно же подруга сбрасывала фотографию шапки которые у них есть с линейкой сантиметровой чтобы я понимала форму понимала размеры то есть эта шапочка по размерам внешне во всяком случае соответствует вот такие я сделала завязочки виде косичек с кисточкой здесь вот флисовая подкладка но вот так вот как бы крестообразно вы видите сшита но не то что крестообразно то есть я оставлю мастер класса вы все подробно если кому надо посмотрите оставлю ссылочку на мастер-класс ну в общем то вот такая вот шапочка у меня получилось вы извините что видео возможно немножко такое кастуба ты вот шкатулочка наша обожаю ту шкатулку подарок вот немножко кстати у меня вопрос если меня кто-то будет смотреть из более опытных вязальщиц девочки кто знает подскажите здесь вот вы видите заворачивается немножко наружу край все во второй шапке которая будет вязаться с голубой пряжи я этот момент я понимаю почему потому что это гладь лицевая и она закручивается вторую шапочку я здесь хочу сделать резиночку хотя бы несколько рядов ну пока это это планирую мне кажется после этого она не должна так подворачиваться вот кто вот знает как этого избежать и правильно ли то что я ну как я предполагаю что вот если сделать какую-то резинку здесь тут такого не должно быть или может быть платочную вязку но мне она здесь не очень мне кажется она тут не влепится резинка как-то еще может быть подскажите пожалуйста ну вот собственно и все вот такая макушка такие ушки ухи немножко в разные это стоит хорошо это так немного болтать но ничего добренько девочки побежала я на почту спасибо всем огромное за внимание с нетерпением жду ваших комментариев и всем пока пока